Здравствуйте, участники интерактивного урока. Вас приветствует областной центр ЗОЖ. Я Кунурбаевна Зигуль Мараткановна, специалист центра. И сегодня я хочу вам рассказать о теме профилактика употребления наркотических веществ. Как гласит восточная мудрость, у кого есть здоровье, у того есть надежда. А у кого есть надежда, у того есть всё. Тем самым я бы хотела сказать, что наркомания, наркотики – это пожизненная ломка. Если вы один раз укололись, то это означает однозначно смерть. Не ломайте себе жизнь. Истоки наркомании. Само название наркотик известно более двух тысяч лет назад. Греческое слово «наркотикос» означает «приводящий в сопринение». Считается, что впервые употребил его гиппократ для описания сильнодействующих веществ. А древние египтяне готовили из мака снотворное. Наркотики – это химические соединения растительного или синтетического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние человека. Если взять статистику по данным Всемирной организации здравоохранения, то по меньшей мере более 15 миллионов человек страдают расстройствами, связанными с употреблением психоактических веществ. Наркотики делятся на несколько групп. Первым видом наркотиков являются опиаты, то есть героин. Они подавляют и затормаживают работу нервной системы. Когда человек употреблял данный вид наркотика, характерно для него это нетипичная сонливость, растянутая речь, узкий зрачок, замедленное сердцебиение, бледная кожа. Следующим группой видов наркотиков являются препараты конопли. Это входит сюда и марвихуана, и гашиш. Соответственно, воздействие на организм изменяет сознание. Признаками являются повышенная разговорчивость, состояние сильного голода или жажды, покраснение глаз и расширение зрачков. Также повышенное сердцебиение и артериальное давление. Следующей группой являются амфетамины. Это синтетические вещества, содержащие соединение амфетамина. Они обладают психостимулирующим и возбуждающим действием. Соответственно, они приводят к учащению сердечного ритма, повышению артериального давления, расширению зрачков, излишняя двигательная активность наблюдается, наблюдается сильное сексуальное раскрепощение, болтливость, нарушение режима сна и бодрствования. Экстази – это еще один вид наркотика, обладают стимулирующим и галлюцигенным эффектом. Признаки опьянения – это, соответственно, возбуждается нервная система, повышается тонус организма, увеличивается выносливость и физическая сила. Следующая группа – это кокаин. Он обладает психостимулирующим действием. При его употреблении наблюдается учащение сердечного ритма, повышение артериального давления, расширение зрачков, излишняя двигательная активность, нарушение режима сна и бодрствования. Галлюцигены. Они, соответственно, воздействуют на сознание. Изменяют ощущение мыслей, наши эмоции, восприятие окружающей нашей среды. Повышенная разговорчивость характерна, состояние сильного голода и жажды. Соответственно, покраснение глаз наблюдается и обостренное восприятие цвета и звука. И еще одной группой являются наркотиками – это снотворные. Они обладают успокаивающим снотворным действием. При употреблении данной группы наблюдается невнятная речь, неуклюжесть, нарушение координации, агрессивность, грубость, раздражительность. Надо отметить, что при употреблении наркотиков возникает психическая и физическая зависимость. Психическая зависимость – это, прежде всего, наркотики, мы должны запомнить, они поражают психику человека. После первого приема наркотика его психика сразу же меняется. В головном мозге формируется так называемый центр влечения к наркотикам. Подавляется внутренний самоконтроль, чувство опасности исчезает, в жизни остается только один интерес – соответственно, это наркотик. И это называется все это психической зависимостью от наркотика. Физическая зависимость – это физиологическая потребность организма в очередной дозе наркотических веществ. Наркотик становится как бы штатным участником обмена веществ, и его отсутствие приводит к нарушению работы всех клеток и всего организма в целом. И человек переживает тяжелейшее состояние, как мы еще простыми словами говорим, ломку. На какие органы влияют наркотики? В первую очередь, конечно, это страдает головной мозг и нервная система. Следующая – это печень и пищеварительная система. Не проходит мимо сердца и легкие, иммунная система ослабевает, костная система страдает, распространяются инфекции, которые могут привести к сепсису. И, соответственно, репродуктивная система. Когда наркотики влияют на нашу психику, и они приводят к духовной деградации, человек у нас становится зависимым, появляются факторы, которые влияют на формирование наркотической зависимости. Это социальные факторы, соответственно, неблагополучная семья, влияние сверстников, отсутствие досуга, занятости подростков и также легкая доступность веществ, изменяющие психическое состояние. Индивидуальные психологические факторы. Это, то есть, если подростку нечем заняться, то есть от скуки, также за компанию, или хочет уйти от проблем каких-то, или от реальности просто забыться. Наркотоманом обычно становятся люди, которые не обрели себя в личной жизни, которые плохо управляют своими эмоциями, не нашли своего занятия, призвания, свое дело, не умеют и не хотят ограничивать себя в чем-либо. Как сказать подростку «нет наркотикам»? Первый шаг – это нужно осознать, что злоупотребление наркотиками может стать причиной разрушительных событий в жизни человека. Следующим шагом надо помнить, что будущее многообещающее, а наркотики, они могут украсть у вас все эти чудесные вещи в жизни. Третий шаг – избегать контактов с людьми, которые принимают наркотики, и ситуации, когда вам могут предложить данный наркотик. Четвертый шаг – будьте готовы к случаям, когда незнакомцы будут предлагать вам наркотики. Пятый шаг – если вам предложили наркотики, просто скажите «нет». При этом сохраняйте спокойствие, стойкость и будьте сильны. Шестой шаг – меняйте тему. Например, «нет, спасибо, пошли лучше в футбол поиграем». Седьмой шаг – уйдите прочь, постарайтесь потеряться из вида, если это возможно, найдите людное место или поищите то, где вы можете найти кого-то ответственного и с хорошей репутацией. Если вы в школе, конечно, соответственно, можно подойти к учителю. Восьмой шаг – расскажите об этом взрослому. Девятый шаг – позвоните в полицию. Десятый шаг – избегайтесь речи с этим человеком. Вы должны помнить, что за употребление и хранение, незаконное приобретение наркотических веществ ждет уголовная ответственность. Также уголовная ответственность относится к контрабанду, сбыт наркотических веществ, совершенный организационной группой, за организацию и содержание притона. Куда нужно обратиться? Если у вас возникли проблемы, какие-то связанные с употреблением наркотических веществ, либо кто-то предлагает, если вы в городе Ускобенногорске, соответственно, это восточно-казахстанский областной наркологический диспансер, который находится по улице Бурова, 21-1. Также работает подростковый кабинет, то есть все желающие могут позвонить по данному телефону, который мы видим сейчас на экране. Вас могут проконсультировать, выслушать и, соответственно, помочь, куда нужно обратиться. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ужас.